Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаевский Вести Карачаевский Вести Карачаевский Отбираем дизайн, проект улицы Мира. По городу Уйджигута будут выбираться из двух скверов один, либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены, тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице, и также аллея по улице Бардина. На состоявшейся встрече главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с генеральным директором российского экологического оператора Денисом Буцаевым обсудили вопрос развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами в республике. В Карачаево-Черкесии до 2024 года планируется построить заводы по обработке твердых коммунальных отходов на 200 тысяч тонн в год. Рашид Тимрезов поблагодарил руководство российского экологического оператора за поддержку данного проекта, отметив, что эти мощности позволят полностью покрыть потребности республики в объектах в сфере обработки твердых коммунальных отходов. На заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России одобрили заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита для реализации проекта комплексной застройки микрорайона «Спутник» в Черкесске. В частности, за счет инфраструктурного кредита в 2024 году планируется строительство сетей водоотведения общей протяженностью более трех километров нового микрорайона. В результате реализации проекта будет создано 1096 рабочих мест. Более 12 тысяч детей из Карачаева Черкесии смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. Начало летней оздоровительной кампании мы планируем на 1 июня. В течение лета будут организованы 5 или 6 смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет 6. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях. Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Крачево-Черкесской республики по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания в целях обеспечения этой безопасности начальника муниципальных органов управления образованием предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. До 29 апреля в школьных лагерях у нас будут проведены все мероприятия по устранению тех предписаний, которые выдвинули контрольные надзорные органы. Впервые всероссийский конкурс молодежных проектов в этом году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе Высокогорного форума Махар. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Данное форумное мероприятие на территории Карачаева-Черкесии проводится уже не в первый раз, но в этом году совместно с Карачаево-Черкесским государственным университетом Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии будет вестись активная работа по улучшению материально-технической базы, лагеря, на которой будет организовано и проведено форумное мероприятие, а также в настоящее время ведется работа с Федеральным агентством по делам молодежи по определению номинаций, в рамках которых жители Карачаева-Черкесии и других субъектов Север-Казского федерального округа могут представить свои инициативы. Военные песни на языках народов республики прозвучат в рамках проекта «Фронт-Офф» – «Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня. Подробности сообщила начальник информационного отдела Государственной филармонии Динара Карданова. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Темной ночи» и «День Победы» на один из четырех субъектов образующих языков – Карачаево-Черкесской республики, Карачаевский, Черкесский, Абазинский или Ногайский – и направить чекст на электронную почту. Эти две песни будут переведены нами, и они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектах образующих языках. В результате конкурса будут выявлены 8 победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами Карачаево-Черкесской республики с арестами Государственной филармонии. Конкурс уже объявлен, проводится с 14 апреля до 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте Государственной филармонии. Новости из оперативного штаба. Сегодня, 29 апреля, в Карачаево-Черкесии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения в республике составило 45 810. 44 530 человек выздоровели, 982 человека скончались от коронавируса. 21 человек госпитализирован и получает лечение в полном объеме в стационарах. Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособия будут с 1 апреля. Комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда республики Анна Шаганова. Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 17 лет. Важным условием для получения пособия является размер доходов семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Базовый размер выплаты 50%, в среднем по стране это 6150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособия назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума ребенка. Если с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется ниже прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут получать только одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума ребенка. Полицейские Карачаева-Черкесии задержали мужчину, находящегося в международном розыске, комментирует информацию начальник отделения информации и общественных связей МВД Республики Евгения Узденова. На территории города Карачаевска задержан 39-летний гражданин Республики Азербайджан, находящийся в международном розыске. Мужчину разыскивал городской суд города Шерван Республики Азербайджан за совершение преступления, предусмотренного статьей 177.2.1 УКРА, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В розыске он находился с 5 апреля 2022 года. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в ИВС города Карачаевска. Инициатор розыска уведомлен. С 30 апреля курорт Архэс переходит на летний режим. Здесь гостям доступны горные маршруты, экотропы и гондольная канатная дорога до высоты 2300 метров. Подробности сообщила пресс-секретарь компании «Кавказ.РФ» Татьяна Поздеева. В майские праздники можно смело планировать поездку на Архэс. С 30 апреля снова запустим после регламентных работ канатную дорогу «Млечный путь». Можно будет подняться к смотровой площадке на южном склоне. Оттуда открывается прекрасный вид на главные вершины Пшиши и Софию. Уже можно будет гулять по экотропе курорта. Можно встретить зубров в Тибердинском заповеднике или найти первоцветы. Можно отправиться к озерам, водопадам в окрестностях курортов. Можно поехать на экскурсии к христианским памятникам или к обсерватории Иран. И мы не устаем повторять, что Архэс – это еще и прекрасное место для общего оздоровления. Благодаря высокой концентрации в горном воздухе полезных фитонцидов хвои можно просто гулять, дышать и одновременно укреплять здоровье. Еще у нас нет растений-аллергенов, поэтому если есть весенние проблемы с этим, просто приезжайте у нас в этом плане ОАЗИС. Также можно пройти курс лечения при некоторых отелях курорта. То есть даже 3-4 дня отдыха на курорте обязательно скажутся благотворно на здоровье. Открытый республиканский турнир по панкратиону, посвященный столетию образования Карачаевой Черкесии, прошел в Черкесске. В состязаниях принимали участие более двух сотен спортсменов из Ставропольского края, Краснодарского края и нашей республики. Спортсмены Карачаевой Черкесии пополнили региональную копилку различными наградами. Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду ожидается в Карачаевой Черкесии 29 и 30 апреля. Из-за сильных осадков на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селий малого объема. Непогода может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 22 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 21, в горах местами до плюс 15. В горах республики свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесии кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 21 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!